Слава Богу, добрались нормально. Вчера провели полноценный первый сбор этих сборов в Турции. Условия нормальные. Я думаю, отель хорошего качества, питание, все условия для работы есть, поэтому я думаю, что все хорошо в этом плане. Что касательно работы, вы сами понимаете, мы уже отработали перед этим сбором 12 полноценных дней в Солигорске, тоже ребята очень хорошо потрудились. Был один день выходной и день перелета, поэтому больших перерывов не было. Сразу начали работу, все с желанием работают, настроение прекрасное. Плюс вчера погода вообще была прекрасная, ветра не было, я думаю, градусов 18, а то 19 тепла было. Сегодня солнышко, прекрасная погода, единственный ветер может быть где-то. Если не будет, то еще лучше будет, а так все супер, все хорошо. День рождения у меня, вы знаете, сколько лет я занимаюсь своим любимым делом футболом. То есть, что футболист, что тренер, всегда попадает на сборы в этот период. Поэтому я ничего в этом страшного не вижу, тем более в моем возрасте уже каждый год ты становишься все старее, можно так сказать, и особо не ждешь этот день рождения. Хотя самое важное для себя, в душе оставаться всегда молодым, и будет все хорошо. Мы не праздновали, ничего не было, как раз день перелета, поэтому ничего страшного. Поздравлений было очень много, я благодарен и руководству клуба тоже. Сказал, что найдем после этого какой-то повод, когда уже будет действительно повод, когда выполним задачу, тогда можно будет с удовольствием и отпраздновать, и день рождения, и все сразу. Поэтому сейчас не то время, чтобы праздновать. У нас пора серьезной работы, подготовки к чемпионату, поэтому это нормально. Я всегда сторонник того, что день рождения, оно один день. Поздравили, спасибо, работаем и идем дальше. Тот фундамент, который мы заложили в Солигорске, это уже плюс. Ребята уже готовы к более серьезной работе. Что нас и ожидает на этом сборе, в первом сборе турецком, это начиная со вчерашнего дня, с 23 по 4 февраля мы здесь будем находиться. Тренировки проходят в двухразовом режиме, но понятно, что это не будет ежедневно двухразовый. Вчера был двухразовый, сегодня двухразовый. Завтра мы в первой половине проведем теорию, и теории у нас тоже будет достаточно. А во второй половине поработаем, и в воскресенье нас ждет первый спарринг, первая контрольная игра. Будем подходить к играм тоже серьезно. Хотя, сразу скажу, что мы не будем готовиться прямо к этим играм, потому что все равно ребята будут получать достаточно серьезные нагрузки, и в большей степени этот сбор играть под хорошими нагрузками. Это необходимо. Я не стал результат в первую очередь на сборах. Самый важный – правильный подход к тренировкам, отношениям и понимание ребят того, что мы им преподносим, то есть в наш тренировский штаб. Задачи на спарринг – то, что мы хотим играть, то, что мы стараемся ребятам поставить эти дни, именно тактическое их расположение, схемы игры, движения. Я надеюсь, это самое важное для меня будет в этих игр, чем результат. Ну, а если это все будет в комплексе, как говорится, то всегда будет и результат. Поэтому, надеюсь, что все равно мы должны понимать, что любая игра, даже контрольная, это игра, это должна быть мотивация, и с первого дня ребята должны быть мотивированы на каждую, с кем бы мы ни играли и какая бы эта игра ни была. Это воспитание и развитие своей психологии, психологии победителя. Достаточно мотивированные ребята, действительно, мы взяли в первую очередь Булочева, Сашу, взяли Содникова, Виктора, взяли Коза, Евгения, какая-то тройка игроков, плюс вратарь, еще с нами приехал, поэтому ребята стараются. Я им сразу сказал, только через работу, только если они докажут, почему нет, все шансы у них есть, все мы будем играть, тем более на этом сборе все получат равную нагрузку во время игр. Допустим, первая игра мы разобьем на два тайма, в каждом тайме все сыграют, то есть по тайме. Следующая игра будет, кто-то сыграет 60 минут игры, кто-то сыграет второй состав, я не хочу распределять первый состав, второй. Один состав 60 минут, второй состав 30 минут. Третью игру, наоборот, те, кто играл 30 минут, будут играть 60, а те, кто играл 60, сыграют 30. Опять же, последняя игра на этом сборе, 4-го числа, уже опять равную по 45 минут сыграет. А со второго сбора уже конкретно будем наигрывать составы, приближенные к боевому, и не только наигрывать составы, а именно ту обойму, которая необходима будет на протяжении всего чемпионата, на протяжении всех турниров, а турниров достаточно много, это и Суперкубок, это и Кубок Беларуси, это и чемпионат, это и европейский турнир, то есть квалификация, начиная с квалификации. Поэтому я надеюсь, что у нас обойма будет хорошая, и в лице тех же молодых ребят тоже, они получат свои шансы, я надеюсь, что они пишутся по нашу команду, и мы покажем, что не только приобретаем футболиста, подписываем кого-то со стороны, мне бы очень хотелось, я думаю, у нас это получится, чтобы и наши воспитанники, и наши академии тоже принимали в этом участие и росли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова